Девушки отдыхают 17 ноября 1985 года. Город Легница. Штаб главного командования войск западного направления. Начальник управления контрразведки. Совершенно секретно. В расположении танкового полка предотвращена попытка хищения фрагмента новой защиты. В ходе действия караула по задержанию похитителя был убит гражданин ГДР, вольно-наемный служащий этой же части. В результате следственных мероприятий удалось выяснить, что незадолго до происшествия он входил в контакт с представителями американского посольства, осуществляющих разведывательную деятельность на территории ГДР. В 1985 году в американском конгрессе состоялись секретные слушания. Представители военных доложили о принятии на вооружение в СССР комплексов активного противодействия противотанковым боеприпасам «Контакт-1». Доклад опирался лишь на отрывочные сведения. Попытки получить образец закончились провалом. Вот такой контейнер пытались получить спецслужбы Америки и других западных стран. Это был элемент первых советских комплексов динамической защиты танков. В середине 80-х их появление на броне наших танков вызвало в среде западных военных настоящий шок. Весь арсенал иностранных противотанковых средств оказался бессильным перед новой защитой. На создание средств, способных пробивать новую советскую защиту, американские военные потребовали немедленных осигнований в размере 25 миллиардов долларов. Конгресс США согласился выделить эту сумму. Американский проект получил кодовое обозначение «Past Barrier» – последняя преграда. Последняя преграда. 1957 год. СССР осуществил запуск первого искусственного спутника Земли. Это событие породило невиданный энтузиазм и вызвало прилив талантливой молодежи в технические вузы страны. Дмитрия Рататаева в то время тоже манили звезды. Но поступив в МВТУ имени Баумана, он оказался на факультете далеком от космоса. Именно ему предстояло осуществить революционный прорыв в идеологии защиты. Он заставил броню воздействовать на снаряды и так же активно, как до этого они воздействовали на броню. Человеку нужно гордиться какими-то реальными вещами. А главный итог реальности – это то, что, ну, наверное, за сотню ребят осталось живо благодаря нашей работе. Вот это главный итог. После окончания Бауманки по специальности боеприпасы ствольной артиллерии Дмитрий Александрович попал во Всесоюзный научно-исследовательский институт Стали. Масса новых направлений танкостроения проходила через руки института Стали. Мы возьмем так, 56-57 год, противорадиационная защита. Чуть позже огнезащита, чуть позже маскировка во всех диапазонах, но когда американцы говорили о Стелсе, танкисты, да, танкисты смеялись над этим. Потому что технология Стелс была давным-давно известна. Одним из приоритетных направлений работы института был поиск эффективной защиты от противотанковых кумулятивных снарядов. Этот вид боеприпасов впервые широко был применен в 1938 году во время Гражданской войны в Испании. Танки стали неожиданно загораться как свечки от попадания необычных снарядов. Достаточно скоро специалисты разобрались, что принцип действия кумулятивных боеприпасов совсем иной. 30 июня 1938 года. Москва. Наркому танковой промышленности СССР. Секретно. Установлено, что пробивание брони новыми противотанковыми снарядами происходит в результате действия уплотненного газового потока. Кумулятивной струи, образующейся в момент взрыва заряда. Ну, кумуляция, вы знаете, это песня. Кумулятивный заряд посчитать в реальном течении времени и развитие кумулятивной струи, голова которой идет со скоростью 10 км в секунду. Пробивная способность кумулятивных боеприпасов не зависит от скорости подлета к цели. Это важнейшее преимущество перед обычными бронебойными снарядами позволило применить кумулятивный эффект в самых разных противотанковых системах. От ручных нанотометов до управляемых ракет. Где-то конец 50-х, начало 60-х годов кумуляция настолько опередила монолитные бронебойные снаряды, что уже монолитные снаряды, ну, не стали рассматриваться как противотанковые средства. И кумуляция достигла тех величин, когда ни один советский танк не мог уже обеспечить от него защиту. Вот тогда и вспомнили о принципе контр-взрыва, предложенного Институтом Стали еще в 1949 году. В начале 60-х эта идея была доведена до опытных образцов. Защита представляла собой размещенные на броне пакеты, в которых взрывчатое вещество инициировалось кумулятивной струей и выбрасывало ей на перерез тонкую стальную пластину. Однако отсутствие в то время пластических взрывчатых веществ и слабая теоретическая проработка проекта привели к серьезному происшествию. Во время испытаний на полигоне в Жданове неожиданно взорвались все элементы защиты. Взрыв практически уничтожил танк и обрушил многотонную конструкцию осколка улавливателя, покоронив под собой идею на долгие годы. Был приглашен маршал бронетанковых войск Бабаджанян. Когда он все это увидел, он прошелся вокруг танка несколько раз, поправил свою кепку, потрогал. Потом повернулся к промышленности, которая представляла ему этот образец и сказал, да, говорит, все это хорошо, но пока я командую войсками бронетанковыми, так, ни грамма взрывчатого вещества на поверхности брони не будет. 1968 год. В ночь с 20 на 21 августа в подразделениях вооруженных сил СССР прозвучал сигнал боевой тревоги. Через несколько часов советские танки перешли границу дружественной Чехословакии, как было объявлено для пресечения заговора империалистического лагеря. Решительность, с которой действовали советские войска, потрясла западных политиков и военных. 15 декабря 1968 года. Ленгли. Начальнику отдела СССР и Восточной Европы Центрального разведывательного управления. Совершенно секретно. Направить деятельность агентуры в СССР на поиск сведений о деятельности танковых конструкторских бюро. Особое внимание уделить научным разработкам по новым способам защиты бронетехники. В начале 70-х на вооружении стран НАТО принимаются сразу несколько новых противотанковых комплексов. Их пробивная способность составляет более 200 миллиметров брони. Советскому танкостроению нечего противопоставить такому резкому скачку в развитии средств поражения. В институте стали начинается поиск новых средств защиты. В 1974 году Министерство оборонной промышленности объявило конкурс на лучший проект защиты танков. Зная, как относятся к динамической защите военные, Дмитрий Александрович пошел на хитрость. Вместе со своими друзьями по научному кружку МВТУ он разрабатывает проект «Лисица». «Лисица» в прямом смысле это было, потому что мы выдвигали динамическую защиту, хотя работы по ней были запрещены. Но мы там напридумывали какой-то контактный датчик, который запускает боевую часть, который осколками поражает снарядом. Хотя в выбросе эту боевую часть остается нормальная динамическая защита, которая все сделает, все что нужно. Победителями конкурса стали проект Коломенского КБ, прообраз знаменитой арены, комплекс активной защиты танков. И проект «Лисица» НИИ Стали, будущая динамическая защита. Успех дал Рататаеву официальную возможность заниматься любимой темой. Дмитрий Александрович проводит тысячи опытов. Встречаясь с конструкторами и военными, он пытается убедить их в перспективности своего метода. Военному человеку психологически трудно представить, что от снаряда противника его может защитить взрыв вот такой вот пластины. Поэтому за новую динамическую защиту приходилось драться. И не только с военными. Однажды очередная дискуссия о новой защите завершилась в прямом смысле потасовкой. Отличная спортивная подготовка Дмитрия Рататаева стала веским доказательством правильности инженерной мысли в споре с одним из конструкторов танка Т-72. Он как зам главного конструктора Тагильского КБ отстаивал свою концепцию, как он видел, что надо, что элементы динамической защиты должны быть очень маленького размерчика, чтобы взрывалось там чуть ли не 20 грамм ВВ, но снимало почему-то всю струю. И когда ему физику доказывало этого дела, сидя на подоконнике в Министерстве оборонной промышленности на лестнице, ну, пришлось вспомнить спортивные некоторые приемы. И кончилось, ну, не дракой, конечно, потасовкой. В середине 70-х годов в странах НАТО появились боеприпасы, пробивавшие уже до 900 миллиметров брони. Ни один советский танк не мог им противостоять. Поэтому конструкторы танковых КБ начинают появлять интерес к новому способу защиты. Однако в Министерстве оборонной промышленности появляется очередной приказ о запрещении работ по данной тематике. В начале 1980 года в тайне от высокого начальства численность отдела динамической защиты была доведена до 14 человек. У группы Рататаева появились серьезные результаты. Руководство института впервые решилось вывести из-под колья работы по динамической защите. На полигоне в Красноармейске назначаются показательные испытания для оборонного отдела ЦК КПСС. За день до приезда комиссии Рататаев решает провести генеральную репетицию. Но словно злой рок висит над динамической защитой. Вновь взорвались все контейнеры. Тяжелая плита пролетела около 100 метров и упала возле укрытия с людьми, выбив огромную воронку на дороге, по которой должна была проехать комиссия. Ну что делать? Отменять визит большого начальства? А мы уже знали, что визит положительный принесет результат нам. Мы просто никому ничего не сказали. Эту огромную яму на дороге набросали туда деревяшек, железок и залили водой. Март, месяц, ночь холодная. Все это вровень хорошо с дорогой замерзло и никто ничего не запитил. Испытания прошли успешно. Но несмотря на официальное признание динамической защиты, работы по-прежнему тормозились. В это время к Дмитрию Александровичу попадают фотоснимки нового немецкого танка «Леопард-2». Он обращает внимание на толстые бортовые стенки. Судя по объему, они предназначены для установки контейнеров динамической защиты. Из института стали в Миноборонпром направляется письмо, в котором Рататаев излагает свою точку зрения. Через некоторое время его вызывают в министерство. Меня пытались убедить, что я абсолютно неправ. Ну и последний аргумент в этом споре был такой. Ты что, трогал ее руками? Я говорю, нет, не трогал, только фотографию видел. Ну, значит, ее нет. Буквально через несколько месяцев за это заблуждение чиновников заплатят жизнью сотни сирийских танкистов. 6 июня 1982 года. Израильские войска начинают широкомасштабные боевые действия в Ливане. На пути встают регулярные сирийские войска, контролирующие часть страны. Началась Пятая Арабо-Израильская война. 16 июня 1982 года. Москва. Секретарю оборонного отдела ЦК КПСС. Совершенный секрет. Правительство Сирии высказывает серьезные претензии к боевым качествам танков советского производства. 9 июня в ходе боев в долине Бекаа потери 3-й сирийской бронетанковой дивизии составили 19 танков. Боевые действия показывают низкую эффективность наших противотанковых боеприпасов по поражению устаревших танков М48 и М60 американского производства. Вскоре произошел случай, который серьезно повлиял на дальнейшие события. В одном из боев сирийцам удалось захватить неповрежденный танк М48. Вот тогда и выяснился секрет успеха израильских танков. На М48 были установлены сегменты активной брони фирмы Блейзер, аналога советской динамической защиты. Когда о захвате израильского танка М48 стало известно в Москве, сразу начались переговоры о доставке его в Советский Союз. Для выполнения задания в Дамаск срочно прилетает военно-транспортный самолет Антей. Однако переброска в Советский Союз трофейного образца едва не стала причиной вооруженного конфликта с силами НАТО. На перехват Антея с английской военной базы взлетело звено истребителей с заданием посадить советский самолет. Экипаж сделал вид, что идет на посадку, а когда истребители отстали, у них кончалось топливо, грузовой самолет проскочил над полосой и на максимальной скорости улетел в сторону Будапешта, а уже оттуда взял курс на Москву. Был доставлен в Москву на полигон Чикаговский и потом транспортом доставлен в институт на Куменку. Мы прибыли туда, осмотрели этот танк. Собственно говоря, первый раз мы увидели реальную динамическую защиту, которой был оснащен реальный танк. Дальнейшие обследования и изучения подтвердили, что динамическая защита – это как раз именно то средство, которое может защитить от кумулятивных снарядов. С этого момента работы над созданием динамической защиты пошли в авральном режиме. Теперь никто не считался ни с усталостью, ни с личными проблемами. Военные и Министерство оборонной промышленности предоставили институту полный кардубант. Меня вызвал Моресев и сказал, Дмитрий, там привезли какой-то танк, вроде с твоими таблетками, так называл. Поехали на Кубинку, посмотрим. Я говорю, Михаил Иванович, не могу, жена в больнице. Нет, одна дочка в седьмом классе, другая в первом классе. Надо встретить школу и прочее, прочее. Я тебе дам машину, успеешь. Домой Дмитрий Александрович и другие сотрудники института вернулись лишь спустя несколько месяцев. Работы на полигонах проходили круглосуточно. В 1983 году комплексы динамической защиты «Контакт-1» официально принимаются на вооружение. «Контакт-1» оказался значительно эффективнее своего западного аналога, активной брони «Блейзер». Его отличали большая площадь и уровень защиты, низкая стоимость и технологичность. Тайну динамической защиты тщательно охраняли. В 1989 году в Северокавказский военный округ приехала делегация НАТО. Командование получило приказ показать современные советские танки, но так, чтобы гости не догадались о конструкции динамической защиты. Работы по маскировке поручили прапорщику Завольнюку. За ночь по его приказу на каждый контейнер были установлены еще два. Хитрость советского прапорщика сработала самым неожиданным образом. Много лет спустя Рататаев встретился с главным конструктором НАТОвской активной брони Манфредом Хельдом. Немецкий конструктор неожиданно заявил, что все-таки разгадал секрет новой защиты Рататаева. Я понял, ты в верхний контейнер ставишь один элемент, во второй два, и в нижний еще один элемент. Это ты готовишься бороться с тандемными кумулятивными боеприпасами. Ну тогда уже можно было это все рассказать. Я говорю, Манфред, все не так. И рассказал вот это, как это произошло в случае. Он говорит, как же так, я миллион шестьсот тысяч марок потратил на раскрытие секрета этого прапорщика. Я говорю, ну извини. 1994 год. 31 декабря в Грозный входят федеральные войска. Танковые колонны без поддержки пехоты оказываются в каменном капкане. За 40 дней боев российская армия потеряла 62 танка и сотни БМП. Неожиданный провал операции по штурму Грозного и серьезные потери в бронетехнике позволили ряду высших чиновников обвинить конструкторов в непрофессионализме. В феврале 1996 года на полигон в Кубинку для испытания бронетехники приезжает специальная комиссия во главе с министром обороны Павлом Грачевым. Уверенный в динамической защите, Рататаев идет на принцип. Никаких поблажек. Гупор из противотанковых орудий по изученным в Чечне зонам поражения бронетехники. Каждый танк был сделан по 9 выстрелов самыми мощными снарядами. Ну, море огня, там все горит, все летит, осколки, все там уже готовы аплодировать, что наконец-то разрушили наши танки. И вдруг через 5-7 минут, после того, как экипажи сели в эти танки, танки своим ходом, по которым стреляли, идут к исходной позиции. Значит, шок был. Вы знаете, когда они остановились, мертвая тишина стояла на полигоне. Вскоре выяснилось, почему динамическая защита не сработала на танках во время событий в Грозном. Оказалось, что в спешке контейнеры не снарядили взрывчатыми элементами. После принятых мер, ни один танк, оснащенный динамической защитой, не был уничтожен противотанковыми боеприпасами. В боях в Грозном машина, которая была придана моему штурмовому отряду, после трех прямых попаданий осталась в строю, сохранила жизнь экипажу. И потом на этой же машине, через 3 месяца, мне уже самому пришлось испытать эффективность этих средств защиты, когда в течение получаса машина выдержала 3 попадания из гранатомета. В конце 20 века эпоха глобального противостояния закончилась. Но появились новые угрозы. Терроризм, локальные полупартизанские военные конфликты поставили перед разработчиками новые задачи. Создать динамическую защиту для мобильных ракетных комплексов «Тополь-М» с ядерными боеголовками. Что такое ракетный комплекс? Да это тонкие алюминиевые или стальные тонкие листы, за которыми лежит боевая часть такой мощности, которая гораздо сильнее, чем Чернобыль. Если едет по пересеченной местности, а вдруг воздействует. Не всегда, так сказать, ты можешь это предугадать, значит надо защищаться. И были разработаны целый ряд решений с помощью динамической защиты, которые обеспечивали защиту этих комплексов. До сих пор зарубежным разработчикам сделать этого не удалось. Как, впрочем, не удалось им создать эффективную защиту для легко бронированной техники. Сейчас вы видите уникальные кадры испытания нового образца динамической защиты для легких бронированных машин. Выстрел из гранатомета пробивает БМП-3 буквально насквозь. Кумулятивная струя проходит через оба борта. А при использовании динамической защиты на броне остается лишь небольшая отметина. Особенно удручающее впечатление на меня произвели вереницы подбитых БТР, которые мы наблюдали на ремонтном заводе в Кущевке, откуда мы нас перевезли из Грозного. То есть, это километровые очереди подбитых БТР. Это, по сути дела, многие жизни воинов наших. И, честно говоря, тогда я как-то перестал понимать, а почему так пренебрегают защитой. В институте создана динамическая защита десантных судов на воздушной подушке, военных и гражданских объектов. Разработано новое поколение контейнеров с меньшим количеством взрывчатки и даже вовсе без нее. Этот тип защиты у нас получил название «Незрывная реактивная защита». Вот типичный представитель этой защиты, где ни грамма нет взрывчатого вещества. Но до сих пор у российской армии этих разработок нет. Военным конструкторам и ученым трудно понять, почему их творения остаются невостребованными. Ведь для них это не просто оружие или защита. Это смысл жизни. Ваш покорный слуга 23 года не был в отпуске, когда пришел работать. Я официально оформлял отпускам, но никогда не уезжал. Ну, день-два, там, может быть, по спортивным делам брал не более того. Потому что мы знали, для нас главная работа, мы должны сделать дело. Вот это самое главное, что было у нас. Какой приоритет был у нас. Чтобы убедить военных принять на вооружение динамическую защиту, у Дмитрия Рататаева ушла целая жизнь. Теперь уже сами военные требуют оснастить всю боевую технику и его изобретение. Но сегодня на это не хватает средств. И хотя цена динамической защиты составляет всего 1% от стоимости нового танка, именно эта защита в бою становится той самой последней преградой, которая отделяет жизнь от смерти, а победу от поражения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok